Христос Воскресе! Христос Воскресе! В сегодняшний день, братья и сестры, мы собрались в этом древнем намоленном храме, в котором поколения наших дедов и прадедов, наших благочестивых предшественников привыкли молиться великому чудотворцам, святителю Николаю. Святитель Николай Чудотворец, он называется народом так, потому что само имя Чудотворец для него стало как именем собственным. Все угодники Божии чудотворцы, и все, имея дар божественной благодати, творили те или иные чудеса. Но святитель Николай столько чудес сотворил, как говорит народ в псалме о святителе Николая, неисчерпаемое чудес море, угодник Божий сотворил. Лишь только где явилось горе, тот час на помощь приходил. Так народ вложил в стихотворную форму то чувство, которое было в душе нашего народа к всему угоднику Божию. И мы, братья и сестры, сегодняшний день празднуем его память. Мы на генетическом своем уровне, которое из поколения в поколение от наших благочестивых предков донеслось и до нас, мы сохраняем особое почитание святителя Николая Чудотворца, угодника Божия. Сегодняшний день – день особый, день перенесения его святых мощей из города Мир Ликийских, где он был архиепископом, в город Бари, в Южную Италию. Дело то в том, что предшествовало братья и сестры перенесению мощей следующее событие. Византийская империя, которая уже в 15 веке окончательно пала под настиском турок, и сам город Константинополь был завоеван и стал называться Стамбулом, она терпела поражение на своих окраинах. И вот в 11 веке измаильтяне, как их называли общим словом, но это совместные племена тогда турок, печенегов и половцев, которые пребывали в южных степях нашего Отечества, они, захвативши Крым, пройдя по нему смертоносным таким полчищем, они переправились в Каппадокию, и, соединившись с турецкими войсками, они пошли, пройдя всю Сирию, захвативши город Иерусалим, разоряя все на своем пути, разоряя жилища, города и селения, грабя храмы Божьи, мужеск пол весь был убиваем, дети и женщины были уводимы в плен для последующей работорговли и для рабства. Страшное бедство покрыло и город Миры Литийские, в котором почивали мощи святителя Николая Чудотворца. Город был разорен, и без должного почитания лежали мощи в гробнице сего святого угодника Божия. И вот в городе Бари, который, как и юг Италии и Сицилия, были заселены православными греками, и хотя в то время они находились, это 1087 год, 11 век, они в то время, город Бари находился под властью норману, германских племен, которые захватили его, но тем не менее, православные монастыри, православные храмы, и множество православных проживало в этом городе, и совершали богослужение, как и мы с вами совершаем, оставаясь православными. И вот одному благочестивому пресвитеру было видение святителя Николая Чудотворца, который сказал, «Мощи находятся мои в небрежении и в крайнем непочтении, воля Божия, чтобы вы взяли мои святые мощи и перенесли в свой город». Пресвитер собрал благочестивых мужей и собору церковному, и мужам благочестивым возвестил волю Божию. Были собраны три корабля. Чтобы не вызывать подозрений, их нагрузили пшеницей, якобы для торговли хлебом. Они отправлялись в город Бари. Они приплыли к городу, но узнали, что уже к городу пристали венецианцы с той же самую целью, чтобы забрать мощи святителя Николая. И тогда они поспешили предупредить. И рано пришли в храм, расспросивши, где покоятся гробницы, где покоятся мощи святителя Николая, разобрали помост и увидели там стоящую гробницу, которая доверху была наполнена миром, и истекающим от мощей сего угодника Божия. И выливши миром сосуды, они взяли с собою святые мощи, и в скорости, взявши с собою двоих монашествующих, чтобы они совершали молитвенное поклонение и молитвословие при мощах святителя Николая, в скорости спешно отплыли в город Бари. Вскоре стало известно, что корабли находятся на подходе, и множество народа вышло на пристань города. И мал, и стар, все поспешили встретить святителя Николая Чудотворца, великого угодника Божия. Со свечами, с церковными песнопениями, с хоругами вышел народ навстречу святым мощам. И вот с корабля вынесли гробницу святителя Николая Чудотворца и поставили ее в церкви Иоанна Предтечи, в древней, которая находилась в порту. В первый же день, это был воскресный день вечер. И в понедельник уже известно стало, что за воскресный вечер, за ночь, к понедельнику уже исцелилось 49 больных мужей и жен различными болезнями. Прозревали слепые, вставали парализованные, говорили немые, и множество чудес совершалось над людьми неисцельно болящими. 29 человек исцелились во вторник, 22 человека получили исцеление в среду, а явившись одному благочестивому мужу после исцеления глухонемого, святитель Николай Чудотворец сказал, «Вот четвертый день, как я в вашем городе, а уже исцелил 111 мужей и жен». Множество народа теснилось к мощам святителя Николая, желая приложиться, поэтому и саму гробницу мраморную поставили в храме, ну а гроб его ветхий, в котором покоились мощи, поставили также отдельно, и взяли руку его, чтобы люди могли прикладываться еще и к древнему его гробу, в котором почивали его мощи издревле, прикасаясь к святыне его святой десницы. И с тех пор, братья и сестры, множество чудес, совершаемых святителем Николаем, и слава об этом разошлась повсюду. Уже в 1089 году, то есть через два года после перенесения мощей, этот праздник, он не только в городе Баре праздновался, но уже у нас, на Святой Руси. В то время княжил в правлении церковью митрополита Иоанна II Киевского и всея Руси, княжил на Киевском престоле сын Ярослава Мудрого Всеволод Ярославич, и на Черниговском престоле в то время княжил его сын, внук Ярослава Мудрого Владимир Всеволодович Мономах, которого впоследствии прозовут в истории нашей отечественной и церковной. Они, отличаясь обоим благочестием, установили навсегда праздновать праздник святителя Николая в нашем отечестве. И вот мы, братья и сестры, собрались в этом святом древнем особо в намоленном храме, где святитель Николай неоднажды слышал молитвы. Молитвы, которые на грани отчаяния ему приносились. Молитвы, от которых слезами пол в этом храме заливался. Молитвы, благодарные со слезами счастья, которые люди, получившие просимое, благодарили всего угодника Божия. Сами стены этого храма, братья и сестры, пропитаны не только молитвенными воздыханиями нашего благочестивого народа, но и благодатью Божией, которая посылалась сюда по молитвам святителя Николая от престола Святые Троицы. Здесь молились великие угодники Божии, которые прославлены церковью, и преподобный Иоанн Затворник, преподобные архимандриты наши Рафаил, Фадей, архимандриты Иои Лазирянский, самые из ранних подвижников, прославленных нашей святой обителью. Здесь молился родной брат святителя Иосафа Белгородского, архимандрит Митрофан Гарленко, который похоронен здесь, под Святой Скалою, будучи архимандритом нашего монастыря, в то же время родным братом святителя Иосафа Белгородского и родным внуком гетмана Украины Данила Апостола, каковыми они являлись. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день, стоя в этом храме, мы повторяем слова святителя Филарета Гумилевского, который освящал этот храм после веков забвения в XIX веке. И он, и святители Иннокентий Херсонский молились в этом храме и служили божественной литургии. И вот когда святитель Филарета, святивший храм, сказал такие слова, молясь в этом храме, слова, которые, братья и сестры, имеют особый смысл. Здесь так далеко от земли и так близко к Богу. Он не говорил братьям и сестры о том, что здесь какие-то там 150 или метров отделяет нас от поверхности земной до вершины скалы, да над нами еще и гора стоит, еще выше есть земля. Далеко от земли и близко к небу, близко к Богу. Это он говорил о духовном состоянии, которое он переживал здесь. Не физическое возвышение, но духовное возвышение переживал сей святитель Божий, святитель Филарет Умилевский. Поэтому из души его были исторгнуты именно таковые слова. Святитель Николай Чудотворец сохранил свой храм. Подумайте, и разорение обители было, и страшная война пронеслась над этим местом. Когда реставрировали храмы, буквально все фасады и не польского храма, и не успенского, и покровского, они буквально напичканы осколками и пулями от тех боевых действий, которые проходили здесь. Но Господь сохранил до нашего времени сию древнюю святыню, храм святителя Николая, который как царский венец почивает на святыне Святогорской скалы. Чудо Божьей красоты, которое Господь создал на этом месте, человек увенчал рукотворным чудом этого святого храма, который издалека виден, и не было такого человека, который бы не задерживал свой взгляд, любуясь на этот храм, который поставил нашими благочестивыми предками. Поставлен в память святителя Николая Чудотворца, который в XVI веке явил здесь чудотворный свой образ, о явлении которого писали московские и львовские летописи. Вот в 1549-1547 годах писали московские и львовские летописи уже о явлении в пещерах образа святителя Николая Чудотворца на этом святом месте. А в XIX веке святитель Николай явился с Божьей Матерью, с патриархом Германом Константинопольским, явился архимандриту Герману, как бы свидетелем, вставая в слов Божьей Матери, которые она сказала отцу Герману, не унывай, не ты здесь игумен, я здесь игумене. Все, что ты творишь, творишь здесь по моей воле, как трость в моей руке. Памятник Божьей Матери до сих пор стоит во знаменовании слов при въезде в нашу святую обитель. Каждый входящий благословляется царицей небесной игуменей, и исходящий из обители напутственно благословляется ей уже на дорогу из обители. Но неизменно, братья и сестры, Божья Матерь, будучи тут игуменей, она имеет молитвенника и предстателя преддень и перед престолом святые троицы, великого в чудотворцах святителя Николая Угодника, которого мы собрались почтить вместе с вами, потому что так из рода в род наши благочестивые предки, наши деды и прадеды, отцы и матери, прославлялись его угодника Божьего, дивного в чудотворцах, количество чудес, которое невозможно исчезти. А то умиление и особое состояние души, которое дает угодник Божий каждому из нас при молитве, оно, братья и сестры, должно воплощаться в нашем настроении. Вы знаете, есть такое выражение сердцу веселящегося лица цветет. Но сердце веселится оно когда? Когда радость Духа Святого посещает человека, душу его, сердце его, помыслы его, и особое торжество у человека, какое-то радость тихая возникает. И вот эта радость, вот это искреннее, не бессмысленное стояние в храме, а переживание праздника, переживание то, что мы не беспризорники, что мы имеем заступника, святителя Николая Чудотворца. Оно отражается и в служении, оно отражается и в пении, оно отражается и в нашем настроении. Потому что то торжество Духа и та радость, что у нас есть такой заступник и молитвенник, оно, братья и сестры, исторгает это чувство, воплощая его в словах, в песнопениях, которыми мы служим и прославляем святителя Николая Чудотворца. И дай Боже, братья и сестры, чтобы это святое место никогда не бывало пусто, чтобы всегда здесь была молитва. И святитель Николай Чудотворец, которому у нас в обители ежедневно служится молебен с акафистом, он неотступно был и будет вместе с нами. А нам это надо, братья и сестры, не просто знать, но прочувствовать это сердцем своим и понять, что каким мы грешны не были, святитель Николай Чудотворец, ни от кого от нас не подступится. Но молитву каждого услышавший постарается исполнить, потому что он по-другому не может. Та любовь, которую он стяжал в земной жизни, она перешла с ним в вечность, и в вечности возрастала и возрастает. Потому что человек, приходя с добродетелями в вечность, он не остается таковым. Если человек добродетельный приходит туда, в горнее небесное Отечество, в рай божественный, то он, имея добродетели, в них возрастает от силы в силу, восходя, совершенствуя все больше и больше. По благодати Бога в Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok